Спонсоры, поддержавшие канал, попадают в следующий ролик. И так как я уже говорил в прошлом видео, перейти на процессоры AMD, не вариант, так как на них тоже присутствуют аналогичные инструменты. Кто-то скажет, что насчет процессоров на базе ARM. Спешу вас расстроить, в них тоже есть подобный чип, и называется он GPU видеокорп. Данная проблема беспокоила многих, и выход был все же найден. Сразу предупрежу, данная схема была сильно упрощена для более понятного изложения. И так, полностью отключить данный чип мы не можем. Однако мы знаем, где хранится его программный код, и мы можем удалить из него по максимуму частей. При этом наша система останется работоспособной, а сам Intel Management Engine потеряет свои функции. На рынке компьютерной техники представлена серия ноутбуков от фирмы System76. System76 автоматически доставляет обновленную прошивку с отключенным Management Engine на ноутбуках Intel 6, 7 и 8 поколения. Также на данной модели ноутбуков уже предустановлена операционная система Linux. Более подробная информация будет представлена в нашем Telegram канале. Ну а что же делать, если вам не хочется покупать новый ноутбук? Выход только один. Самостоятельно перепрошить материнскую плату вашего устройства. Для этого вам понадобится программатор, в качестве которого можно использовать Raspberry Pi, SD-карта с разберианом. Если ваш чип биос съемный, то макетная плата и несколько проводов. Если не съемный, то адаптер-прищепка. Также сразу предупрежу, что есть некоторая вероятность сделать из вашего устройства кирпич, но она не особо большая. Итак, вначале выключите компьютер и удалите батарейку из вашей материнской платы. Если ваш чип биос со съемный, аккуратно его отсоединяем. Обратите внимание на маленький отступ. Иногда это бывает небольшая точка. Она указывает верхнюю часть чипа, и нумерация пинов начинается сверху. Для чипа флеш-памяти требуется около 8 соединений. Подключайте чип к разбери так, как указано в видео. Пин 3 и пин 8 биоса соединяем между собой, а также пин 8 и пин 7. Вставьте SD-карту в свой компьютер. Через терминал переходим в каталог загрузочного раздела на SD-карте. Вводим TouchSSH. После вставляем SD-карту в Raspberry Pi и включаем его. Соединяем наше рабочее устройство к Raspberry Pi. Подключаемся к Raspberry Pi по SSH. Юзернейм будет Pi. Пароль будет Raspberry. Вводим команду SudoRaspiConfig. Переходим к параметру сопряжения SPI и включаем его. Выбираем Finish. Перезагружаем Raspberry Pi командой SudoRiboot. Обратно подключаемся по SSH. Открываем ссылку Mikliar из нашего телеграм-канала. Переходим в вики. Затем в External Flashing. Выполняем ряд команд, как указано в видео. Последняя команда Mikliar может закончиться неудачей. В таком случае введите команду SudoRapInstallLibPCI-DefliBUSB-DefliUSB-1.0. После пробуем запустить мейп еще раз. Если появляются ошибки, набираем NanoMate файл. Листаем вниз, пока не увидим ворнерор. Измените. Yes. На. На. Нажимаем Ctrl. Плюс X. Затем Y. Затем Enter. Пробуем мейп еще раз. Также можно попробовать мейп G4. Теперь вводим слэш и команду сайта. Используя стрелки удалите флаг, который говорит чип модел. После вам будут выданы список моделей чипов. Выберите номер чипа согласно вашей модели. Повторите команду только теперь под флагом C и напишите модель вашего чипа. Затем запустите данную команду, изменив имя файла в конце на 2. Затем запустите команду DIV с веб сайта. После перейдите в домашний каталог команды CD и введите команду гид клоны сайта. Если у вас нету улиты гид, как в видео, то вначале установите ее команды. Судрапт инсталл гид. После запускаем команду гид. Затем команду CD. А после команду мы, после пишем точка слеж. Теперь скопируйте и вставьте команду, и в диту. Важно после перемены D добавить имя вашего каталога, как указано в видео. Если ваш отчет такой же, то вы все сделали верно. После возвращаемся в репозиторий MeCleaner. Копируем адрес. Затем выходим в корневой каталог и пишем команду гид клоны, и вставляем веб адрес. После переходим в директорию MeCleaner. После запускаем команду Python MeCleaner.py. Важно после флага C укажите адрес, как в видео. Переходим к следующей команде, которая нейтрализует МТЛМЕ. Не забудьте про флаг, ау. После запишем все это на чип. Копируем команду. Переходим в каталог, флешим. Запускаем. Также не забывайте указать модель вашего чипа. После удалите все кабели, и вставьте чип в свой компьютер. После надо сбросить настройки, C, M, O, S, замкнув контакты. Важно, для разных моделей компьютеров способы сброса могут отличаться. Поискав в интернете, вы можете найти способ, подходящий для вашего устройства. После вставьте батарею и включите питание. Система будет запускаться несколько дольше, но не волнуйтесь. Ну и наконец, теперь ваш процессор больше за вами не следит. Возможно, данный ролик показался для кого-то сложным. Обязательно напиши об этом в комментариях. Ну а на сегодня все. Спасибо, что досмотрел до конца. Ну и конечно, хотелось бы обратиться к тем, кому не безразличен мой канал. Буду рад вашей подписке, если вы еще не подписаны. Всегда жду вашего лайка под видео. Если тебе есть что сказать, или ты хочешь предложить тему для видео, всегда можешь написать в комментарии. Я их все читаю. Ну и самый большой для меня подарок это звонкая монета. В описании к видео ты найдешь ссылку для пожертвований. Все спонсоры попадают в следующее видео. С вами был канал Черный Треугольник. Успехов вам!